всем привет с вами юля и сегодня я хочу поделиться с вами итогами января январь пролетел очень быстро январь у меня был насыщенный в плане рукоделия и в плане видео хочу поделиться теми итогами которые у меня которых я достигла в этом месяце и хочу начать не с котов немножко мы от них отдохнем хочу начать с моей миробили которая стала для меня сюрпризом в этом месяце потому что я не думала не планировала ее вышивать но пришло вдохновение и я решила не упускать этот шанс и взяла ее в работу взяла на один день попробовать повышевать и знаете меня этот процесс захватил затянул и дело как-то сдвинулась с мертвой точки я чувствую что она мне потихонечку будет продвигаться знаете как-то пришло новое дыхание новое вдохновение что ли и процесс пошел я сейчас специально для вас открутила полностью раму показать полностью то что у меня уже выше то давайте я вам покажу также и схему чтобы вы могли сравнить я вышиваю сейчас вот этот участок чуть-чуть у меня не до вышит уголочек вот этого платья но если по платью судить то почти половина платья до если по работе ну 1 3 еще немножечко наверное не хватает ну если честно в крестиках даже не знаю мне же нет саги я все на глазок определяю может быть мы приближаемся уже и к одной третьей работе возможно да вот получается очень красиво мне нравится то что получается когда было все свернуто и был виден маленький уголочек ну как бы только представляю себе что получится а здесь уже мы видим какая картина у нас вырисовывается масштабная работа интересно очень много здесь пробелов вот если вам видно я думаю вам видно много-много таких вот пробелов да это все под бисер под украшение которые будут пришиваться я даже не представляю как я буду потом это все находить и пришивать но по схеме отмечаю надеюсь как-то разберусь знаете так всегда бывает глаза боятся а руки берут и делают и вот с этой работой у меня происходят такие знаете странные вещи здесь только у меня ошибок просто но я не представляю как я это вышивала как будто не знаю как в тумане много ошибок но потихонечку я все исправляю подгоняю и все очень нормально получается вместе с вами мы вышивали был день с вышивкой мы вышивали вот тут в центре такое пятно около тысячи крестиков и после этого я решила попробовать а вечером я смогу вышивать и я поставила себе две лампы то есть одна лампа от станка стич смарт вторая лампа моя настольная предвинула две лампы и вышивала вечером вышелся тоже вот такой вот хорошенький кусочек около 600 500 крестиков примерно так и я поняла что я уже и вечером научилась вышивать эту работу но для себя сделала вывод и могу с вами этим поделиться если кто-то хочет вышивать эту красавицу но боится этой основы берите запросто а и до 18 каунта вот правда темная основа в оформлении не видно или это и до или это и лен не видно но вам будет вышивать легко берите 18 каунт и спокойно вышивайте как говорится не мучайте себя потому что основа сложная вышивать на ней действительно не все смогут у кого проблемы с озарением либо еще какие-то нюансы я вот серьезно я очень напрягаюсь когда вышиваю эту работу но результатом довольно классно получается ярко все такое здесь сочная посидела потрудилась разобрала ниточки заплела их косичку она вела так сказать порядок в этом процессе мы пока только в этом процессе мне еще предстоит много процессов разобрать и довышивать навести порядок вот ну что я рада что процесс у меня так сказать продвинулся и конечно буду дальше вас знакомить с новостями по данной вышивке еще немножко крупного кадра чтобы вы посмотрели и оценили всю эту красоту масштаб магнитик у меня здесь как и был он очень мощно оказался вообще супер такой магнит я заказала еще на алиэкспресс а такие магниты но не знаю что-то не задерживаются потерялись может быть дороги может еще придут понравилась мне эта фирма в этот продавец и хочется еще там заказать несколько магнитиков вот такая красота растет растет и радует меня моя миробилия в этом месяце у меня состоялся один старт это наборчик от фирмы радуга бисера размер работы 20 на 25 сантиметров здесь у нас вышивается икона богородица покрова бисер полностью все было в наборе все в комплектации я оставлю ссылочку на видео где вы можете посмотреть о старте этого процесса иголочка также здесь у меня с набора все все из набора все как как было укомплектовано единственное конечно я выбрала рамочку мне есть у тарабеско я ее давно покупала очень-очень она удобная классная и работа как раз идеально сюда подошла я показывала в видео старте что я вышла у меня было вышли примерно вот так вот половина того же что сейчас есть бисер переливается блестит вообще шикарно используется и блестящий бисер и матовый до такое сочетание и я повышевала совсем чуть-чуть но немножечко продвинула работу еще вот несколько рядков я вышила бисер здесь очень хорошего качества прициоза покручу может быть будет блестеть вам надеюсь на это хочется передать красоту бисера здесь у нас бисер прициоза качественный классный хорошая схема хорошо все напечатано ткань плотная удобно все вышивается иголочка хорошая нет никаких нареканий все нравится и мне сейчас очень нравится иметь одну работу бисерную и периодически брать ее и вышивать разбавлять мои крестиковые процессы обычно вышивала когда я очень устала и у меня мало времени здесь вышел пару рядков виден уже какой-то результат уже как бы приятнее и интереснее поэтому я думаю что работа будет у меня дальше продвигаться и в отчетах за месяц буду показывать как она подросла чаще я думаю нет смысла потому что не так часто я беру ее в работу но хотя бы понемножку вышивать и в итогах месяца я буду показывать как подросла работа я думаю что за какой-то промежуток времени она вот так потихонечку незаметно у меня вышлется я очень довольна тем что получается классно так все блестит покажу вам поближе такая красота классное сочетание все очень нравится ну и главный герой января месяца это мои коты от золотое руно очень тяжело поместить в кадр потому что работа большая по ширине получается 38 сантиметров данная работа у меня вышивается очень активно я двигаю ее к завершению в январе месяце я уделила ей очень много времени очень хорошо и продвинула также она у меня поснималась хорошо пять видео в январе было посвящено только это работе представляете ну конечно это были теги это были какие-то разговорные видео но тем не менее это работа мне и вышивается и так же очень активно я ее помогает мне съемки видео но здесь процесс в общем-то очень легкий несмотря на большой объем работы процесс легкий не 14 это 16 каунт но вышивается легко схема здесь все простая понятная и вышивается знаете как отдыхалочка но одно работаете вышивать очень-то тяжело поэтому видите в этом месяце у меня были две дополнительные еще работы которые меня развлекали вышиваю вышиваю мне кажется я столько уделяю много времени эта работа она все никак не заканчивается я каждый раз вам ее показа говорю что вот чуть-чуть чуть-чуть но сегодня опять же показываю вот чуть-чуть вот он вот он этот кусочек который мне осталось завершить здесь 1 2 3 4 5 ну пусть 6 6 на 6 на 8 4 800 примерно в крестиках осталось вышить ну хочется хочется сказать что неделю да но там как как пойдет потому что мне хочется вышивать и другие процессы вообще на февраль у меня запланировано много у нас же три совместных проекта стартанули с 1 февраля поэтому я буду заниматься подготовка я и буду вышивать и конечно же показывать вам что мне как происходит в моей рукодельной жизни ну и этих котов до двадцатого февраля не обязательно нужно завершить поэтому ах ну вы еще увидите этих котов обязательно в моих видео в феврале точнее вы их обязательно еще видеть этих котов уже конечно полностью постиранную поглаженную работу вот ну а пока пока я еще поработаю над ней может быть еще сниму какие нибудь теги что-нибудь интересное работа получается ярко сочная солнечная прекрасно прекрасно девочки вот тоже хотят вышивать вы не пожалеете она легкая покупайте вышивайте это одно удовольствие вот такой вот красивый здесь котик у нас поглядывает на птичку ну а первый котик который был выше тонн у меня подкручены сейчас вы не видите знаете я уже очень давно смотрю на вот верхнюю часть работы и уже сильно скучаю за нижней частью работы хочется увидеть всю работу вместе целиком даже я ее еще не раскручивала не смотрела на все то что получается хочу уже завершить и вместе с вами будем любоваться красотой да и здесь и полукрест и есть и крест вот особенно в левой стороне очень много полукреста сейчас вспоминаю что же я вышивала в январе здесь в январе у меня выше это было точно 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 вот это все 1000 точно это все было вышли в январе я дыша было здесь 3 лист фрагмент да и вот у меня уже пошел четвертый лист фрагмент да вот когда у меня работа была проделана в принципе, очень даже неплохая. Но у меня сейчас скорость вышивки очень сильно упала. Я вышиваю по 500-600 крестиков в день. Поэтому, сами понимаете, вроде бы и время уделяю, но прогресс он очень такой маленький. Только вот бывает на выходных, когда я дома, мне удается повышивать что-то побольше. Но я думаю, что выходные, воскресенье точнее, я буду посещать миробилии, когда есть солнце и свет. Она у меня сейчас так хорошо пошла и тоже хочется вести ее к какому-то завершению логическому. Уже потихонечку приближать этот процесс. Вот такие у меня новости по этому процессу. По планам я немножечко уже говорилась на февраль. В планах завершить котов, в планах продвигать миробилию, в планах продвигать мою бисерную работу, а также три совместных проекта. Тоже я включаю их в свою ротацию. То есть у меня на февраль месяц получается шесть проектов запланировано, плюс будет еще один, о котором я вам расскажу чуть-чуть попозже. Вот у меня получается семь проектов запланировано на февраль. Что еще хочу сказать по планам. Я думаю, что в этом году планы для меня важны и они мне помогут, потому что я на них ориентируюсь, подсматриваю, смотрю, как идут мои темпы, за моими темпами также наблюдаю, успеваю, не успеваю, что можно взять, или что я не буду брать из моей коробки. Я все-таки ориентируюсь на планы, потому что хочется в этом году идти на результат и получить побольше готовых работ, идти на завершение. А те процессы, которые у меня есть, из всех процессов, только миробилия и коты были у меня хорошо начаты. Коты в основном, миробилия чуть-чуть, все остальные практически просто надкушены. То есть там практически с нуля все идет. И нужно хорошо будет потрудиться, организоваться, чтобы все успеть выжить. Ну, что получится, то получится. Мы увидим в конце года. Самое главное, что я получаю удовольствие. Мне сейчас нравится снимать разные видео. Я записываю ваши запросы, потихонечку буду их выполнять. На этом у меня не все. По процессам все. Но я здесь также хочу показать какие-то покупки, подарки. Поэтому не переключайтесь. Итак, в подарки. В этом месяце вернулись мои картины с выставок. Хорошо, что муж был дома, потому что доставка была к курьерам и без предупреждения. Это просто вот такое счастливое было совпадение, что муж был дома и смог получить. Потому что две работы были очень большие, запакованные. И потом искать курьера было бы сложно. В посылке с моими вышивками от организаторов выставки были дополнительные подарки. Во-первых, памятный календарь. Мне очень-очень приятно, что мою работу вот так выделили и разместили на календарь. Этот календарь вот он такой отрывной. Видите, здесь ДМС. И данные завода, бабочка нашего греческого. календарь напечатан на таком плотном-плотном картоне с специальным креплением с обратной стороны, чтобы удобно было вешать. Вот. И тут подписано моё имя. Вот. Видите, вышивка Юли Папа. Этот календарь был отправлен всем участникам. Во-первых. Во-вторых, он раздаётся в магазинах завода, по-моему. Ну и вообще-то, да, вот. И, по-моему, в журнале завода тоже напечатан этот календарь. В общем, мне очень приятно, что мою работу отметили и она разошлась каким-то определенным тиражом. Останется в памяти у многих людей. Вот такая вот работа. Это ферма Ланарта, я напомню, я вышивала. Она называется Поцелуй. Обожаю эту работу. Очень-очень она такая тёплая. А также ещё раз пришёл у меня огромный этот каталог. Один у меня уже есть. Здесь благодарственная грамота, письмо от завода. Я уже показывала. Здесь фотографии работ, всех работ, которые принимали участие в выставке на тему «Бабочка». Поэтому здесь все-все работы с выставки. Даже вот обувь была, всякая одежда. А вот мои работы попали сразу. Я уже показывала. Но ещё раз похвастаюсь. Вот они здесь напечатаны. Очень приятно. Качество. Валденно. Вот нужно отдать должное организаторам, что они не поскупились и сделали всё очень качественно. Всё отфотографировали, отредактировали. И вот такой огромный толстенный каталог, каталог всё время путаю, поправляйте, был розан бесплатно всем желающим. Ну, а также мне в подарок пришли 4 моточка пряжи. Я не вяжу. Раньше, когда-то я что-то пробовала, вязала, но уже давным-давно всё это дело забросила и уже не знаю, как держать ни крючок, ни спицы в руках. Вот здесь стопроцентный акрил. Данные, я в этом не разбираюсь. Вот такие вот ниточки. Муж увидел, говорит, вяжи мне шапку и шарф. Мне, говорит, в цвет подходит на охоту ходить. Да, как теперь связать-то тебе, дорогой? Вот. Такие вот ниточки. Ну, не знаю, я пока думаю, может быть, найду здесь кого-то и кто-то нам свяжет. А если нет, тогда кому-то, наверное, передарю, а что, добро пропадать. Да, это вот у меня подарок от завода бабочка. Но это не все подарки. у меня есть еще подарочки. Моё. В этом месяце у меня случился неожиданный подарок-сюрприз от моей подписчицы. Это Ольга Лаптева. Она мне делает подарок уже второй раз, вот просто без каких-то мыслей, просто берет и присылает второй раз подарок. Я очень тронута, очень благодарна. Оля, огромное тебе спасибо. Даже не знаю, как благодарить. Мне очень приятно, что ты проявляешь ко мне столько внимания. И хочу с вами поделиться тем, что мне прислала Олечка. Прямо, знаете, как в душу глядела и как знала. И прислала мне все самое-самое нужное и интересное. Ну, бобиночки гамма. Я очень люблю бобинки. Тем более, от гамма они плотные, высокие, хорошо помещаются ниточки для упаковки. Классно. Спасибо. У меня как раз нужно пополнить запасы моих бобинок. И наборчики. Боже, боже. Во-первых, хочу показать вот эту красоту. Это у нас Т-гувернюр, правильно? Да. Т-гувернюр. Размер работы 27 на 27 сантиметров. Вышивается на льне. И вот такие вот классные здесь не иточки, а сюжет. Давайте покажу поближе. Фотография не очень удачная. Это вот такой орнамент в виде медальона и с буковкой Ю. Юля, да, это монограмма. Я когда увидела, ну все, ну вы понимаете, это сразу нужно вышивать. Я уже даже знаю, как я оформлю этот дизайн. Мне хочется оформить его в большую подушку, знаете, такую с кружевами, такую нежную, чтобы в центре была монограмма, по бокам вот так вот кружево, большая подушка, везде кружево, такая вся нежная, девочкина, здесь розы, еще какие-то цветочки. Не очень удачная фотография, но вышивки, мне кажется, будет намного интереснее. В общем, я просто, когда увидела, все, я поняла, сразу надо вышивать. Огромное спасибо, Оля, за вот такое интересное предложение. Я даже не знала, что у Теи есть вот такие дизайны с монограммами. Классно. Причем, размер 27х27, не маленький размер, не такая вот миниатюрочка, а вот то, что надо на подушку. И он тут такой классный. Да, может быть, вы скажете на подушку жалко, может быть, жалко. Но нужно сначала вышить, а потом уже буду я принимать решение. Вот такой классный у меня набор пришел ко мне. Так, а это вот у нас золотое руно. Я давно не знакомилась, не просматривала новинки от золотое руно и даже не подозревала, что у золотое руно есть вот такие разработки. Здесь у нас дизайн на Мурана. Я еще ни разу не вышивала на Мурану. Используется 30, а, брана 32-го каунта. Размер работы 12х18 сантиметров 22 цвета. Похоже на, знаете, вот дизайнерские разработки свободных дизайнеров, где много оттенков, очень много бэкстича. Вот такая вот детально проработанная картинка получается. Летний блюз, блюз летний блюз называется, простите, по мотивам картины еремейка. Вот. И так как здесь Мурана, я ни разу еще не вышивала на Мурану, здесь такие интересные цвета, все такое яркое, сочное, что-то такое невероятно летнее, фантастическое. Мне хочется взять и сразу это тоже вышить. Но сразу не получится взять и вышить, но планы я как-нибудь себе встрою и буду вышивать вот эти два набора в этом году обязательно. В следующем видео ждите старт и обзор на Тею. Ну и этот наборчик уйдет в коробочку с моими планами. Я постараюсь обязательно тоже его вышить. Ну и третий дизайн. Оля знает, что я люблю птичек, всяких разных птичек. Мне пришла вот такая красивая разработка от фирмы Вервака. Здесь у нас такая клетка нарядная, вся в цветах, две птички, ну в стиле шебешик, все такое здесь. Ой, розовая, ванильная, прекрасная. Тоже надо вышивать, но скорее всего в следующем году. Потому что только чудо спасет этот дизайн. Да. Здесь у нас Аида 14-го каунта. Вот такие яркие ниточки сочные. Есть золотая ниточка внутри. Схема черно-белого Вервака. И вот такие у нас здесь есть еще дизайны, которые могут пойти в пару. Я думаю, мне одного хватит. Основу я здесь заменю тоже на какой-нибудь ленчик, лен желтого цвета, такой солнечный, ну или беленький, я не знаю пока. И тоже буду вышивать. Размер, какой у нас размер? Размер 23 на 29 сантиметров. Да, такая немаленькая работа. Называется Яркие птицы. Птицы счастья. Голубые птицы. Надо вышивать. Счастье. Нужно счастье. Вот такая красота. Ну что, я в полном восторге от всей этой красоты. Месяц у меня был, как я уже сказала, насыщенный. Больше насыщенный на видео. Ну и вышивка в общем-то потихонечку у меня продвигается. Так, о планах я вам уже рассказала. Ну все, на этом у меня все, больше новостей нет. Желаю вам хорошего настроения, спасибо за просмотр, спасибо за ваши лайки, спасибо за ваши комментарии, что вы меня поддерживаете. Этот месяц у меня забыла сказать, принес очень много подписчиков на мой канал. И хочу вас поблагодарить, что вы приходите, смотрите, за вашу обратную связь. Это очень-очень важно. Я стараюсь отвечать на все ваши комментарии. Ну и конечно же записываю ваши запросы на видео и буду стараться снимать видео почаще. Если вы хотите, чтобы я ответила на какой-то тег, что-то вы нашли интересное, присылайте, пожалуйста, я буду тоже все это снимать и мы будем с вами общаться. На этом у меня все, до новых встреч и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok